приветствую вас на канале инспектор гаджетов и прежде чем мы начнем распаковку у меня для вас две новости одна плохая другая хорошая первая плохая это то что мне пришлось отказаться от съемок тройного обзора который я планировал связано это с тем что просто одного из телефонов у меня уже нет на руках ну и в этой связи просто невозможно снять полноценный обзор сразу трех телефонов ну увы и ах но возможно в планах у меня все но эта идея остается поэтому возможно когда-нибудь я это смогу осуществить ну а вторая хорошая новость она как бы связано с названием данного видео новость в том что кроме новинок телефонов на мой канал возвращаются необычные телефоны необычные которые мало кто о них знает мало кто их видел вот и один из таких смартфонов я сегодня вам покажу но покажу пока что в рамках распаковки итак знакомимся это у нас телефончик от фирмы хаси такой вот китайский производитель телефонов и он делает довольно таки неплохие телефончики но во всяком случае не бюджетные довольно таки производительные вот но это конечно не основное направление данной фирмы но в данном случае у меня телефон от фирмы хаси называется моделька p9 и на коробочке как видите красуется такая интересная напись god of war бог войны вот это видимо другое название данной модели телефона ну спецификация она проходит как p9 коробочка черненькая и сзади у нас вот есть еще такая информация но она как видите у нас практически все на китайском языке но из этой информации мы все же кое-что можем почерпнуть я например могу догадаться что это у нас android 5.1 это у нас 6 дюймовый IPS экран с разрешением 2к это у нас процессор мтк 67 95 64 битный но больше известный как helio x10 но опять же если не ошибаюсь у нас 8 мегапиксельная фронтальная камера и основная камера 21 мегапиксель 3 гигабайта оперативной памяти 64 гигабайта встроенной памяти ну и понятно что у нас здесь вай-фай к а это я даже не знаю что это такое вот ну теперь давайте открывать смотреть на данный телефончик в очередной раз напоминаю тем кто возможно не знаком с моим каналом видео распаковок обычно ух ты сейчас даже сейчас я сначала скажу потом продолжим во время распаковок я обычно делают три основные вещи это мы собственно вскрываем смотрим на комплект во вторую очередь мы смотрим на дизайн смартфона как он выглядит на его органы управления и в третьих мы смартфон включаем и проверяем мультиязычность а также поддержку сервисов гугла это основные три момента также возможно какие-то исключения ну там уже по ходу будем разбираться если что-то заинтересует мы это тоже что-то рассмотрим и так вот в коробочку я открыл и сразу что бросается в глаза опять же напомню что все что сейчас вы видите я делаю первый раз смотрю вижу это все в первый раз как и вы поэтому возможны сюрпризы вот сейчас один из таких сюрпризов видите открыл коробку коробка у нас имеет такой необычный внешний вид то есть она не просто крышка в ней у нас как видите встроена такой отсек имеется и здесь у нас конвертик установлен впервые вижу такое такую компоновку коробки здесь у нас собственно скрепочка для извлечения лотка для sim карта также у нас тут видимо имеется какая-то документация ну документация предполагаю на здесь гарантийка так и есть а также инструкция краткое руководство можно так сказать ну она у нас все здесь на китайском языке как видите ну хотя полиграфия довольно таки приятная такая интересная что из этого можно почерпнуть ну например вот здесь можно почерпнуть того чего не было в технических характеристиках на коробке это то что у нас батарея 3800 миллиампер это неплохо также из этой бумажки можно почерпнуть то что у нас смартфон обладает поддержкой либо двух sim карт формата наносим плюс микросим либо же формат одна симка плюс карта памяти вот ну и думаю собственно все что можно почерпнуть из данной документации идем дальше продолжаем смотреть так собственно лежит смартфон ну о нем естественно как всегда позже также здесь у нас лежит пленочка на экран но могу сказать это не стандартная комплектация пленка на экран здесь ее доложили то есть она дополнительно идет в стандартной комплектации ее нет идем дальше так здесь у нас еще какие-то коробочки посмотрим что это за коробочки здесь ничего нет здесь еще какая то так что понятно что скорее всего кабель и зарядное устройство первых кабель даже доставать не буду кабель юсби микро юсби обыкновенный и да наверное даже не брендированный не не брендированный просто обычный кабель юзби микро юзби зарядка зарядка у нас даже не знаю брендирована если брендирована то наверное по китайски зарядка у нас непростая но с поддержкой быстрой зарядки как видите 5 вольт 167 7 вольт 167 и 9 вольт 167 его как раз последний показатель очень даже неплохо при 9 вольтах ну больше более полутора ампер выдает зарядка то есть это очень не очень даже неплохо вот такая зарядочка идет в комплекте так ну а теперь самое интересное самое вкусное это наш смартфон вот так он выглядит напоминаю это 6 дюймов кстати внешним видом он мне очень напоминает из головы вылетела пптв пптв довольно таки в свое время популярный телефон пока его не разобрали вот очень внешне он напоминает пптв шный так ну давайте спереди начнем 6 дюймов ips 2к экран вверху у нас датчики приближения освещения я надеюсь они рабочие но мы это наверно проверим фронтальная камера основной динамик разговорный здесь больше ничего про наэкранность кнопок я пока не скажу пока не включу телефон сам не знаю сзади сзади у нас радует то что у нас есть микрофон шумоподавление основная камера которая 21 мегапиксель светодиодная вспышка сканер отпечатков пальцев название бренда тут наклеечки и наклеечки и информация на китайском языке она нам мало интересно на правой грани у нас два лотка для sim-карт вот собственно либо две симки либо симку и карту памяти такая компоновка мне нравится больше чем гибридный лоток потому что ну с гибридным лотком может произойти какая-то неприятность но когда две симки туда вставляешь можем возможно какие-то неприятности все-таки на мой взгляд безопаснее когда под каждую симку либо под карту памяти отдельно отдельный лоток ну это такое предпочтение вот и на правой грани у нас кнопка включения рифленая и отличается от качельки громкости то есть кнопку включения можно на ощупь легко отличить от качельки громкости так на верхней грани у нас только разъем 35 для подключения наушников и на нижней грани у нас порт micro usb а также две такие решеточки я бы сразу сказал что это здесь у нас микрофон здесь основной динамик но я обратил внимание что если приглядеться вот вот есть у нас внизу на нижней такой грани есть такая вот маленькая маленькое отверстие и возможно но у нас как служит микрофоном а если нам повезет то это окажутся стереодинамики и это будет очень очень хорошо вот ну и конечно же материал металл естественно и нижние вот эти вставки вверху и внизу сделаны из пластика в общем по дизайну плюсик смартфон несмотря на то что 6 дюймов не тяжелый ну по габаритам конечно не самый тонкий я сказал бы аппарат но 6 дюймов к тут как бы никто и не думает что это будет что-то очень тоненькое в общем за дизайн плюс он классический стандартный и если здесь еще окажется стереодинамика будет вообще супер в общем все есть плюс за микрофон подавления конечно же в общем дизайн мне нравится ну а теперь включение надеюсь телефон заряженный и мы что-то сможем с вами увидеть хасси готов пар при 9 кому интересно кстати можете погуглить данный бренд они там занимаются не только смартфонами а еще всякими различными товарами то есть такой мульти бренд китайский который решил выпустить и свой собственный телефон а как вы знаете это всегда получается у китайцев довольно таки неплохо плохо кстати вспоминаю вот pp tv кстати вот тоже сравнение такое как видите у нас русский есть повезло монголам есть украинский сербский и пробил и белорус белорусам значит не повезло так идем дальше пропускаем вай-фай кумы давайте сразу подключим сейчас секунду ввиду свой пароль кстати уже смогу сразу сказать что здесь клавиатура стоит не стандартная android а немножко отличается хотя может быть она просто не обновлялась но это я как-то сразу обратил на это внимание так проверяет обновление все ничего нет сейчас я веду свой google аккаунт тестовый мы все это сразу сделаем чтобы потом уже не отвлекаться так клавиатура кстати не стандартная она очень внешне напоминает гугловскую клавиатуру но чуть-чуть отвлечается даже вот шрифт тот же в мелочи но но я вижу что это немножко другая клава так поехали хотя может быть это просто предустановленный шрифт другой как видите сейчас покажу вот если посмотреть на часы не хочет фокусироваться но шрифт вот видите цифр часов не стандартный гугловский шрифт немножко другой но возможно с этим связано что и клавиатура выглядит немножко по-другому потому что просто другой шрифт так пропускаем пока это все убираем вот собственно мы включились и тут у нас сразу обучалка какая-то флипдом тусе визор я понял а окей погода не показывает ну ладно но мне сто лет не надо это полгода вот в общем то мы включились кстати обои и кстати иконки я где-то это уже видел а знаете где это видел я это видел у зт е у зт е аксона я видел вот подобный стиль иконок и даже по моему обои в общем очень похоже ланчер может быть что то тут даже есть общее но реально не знаю один в один но очень напоминает зт е аксоновский стиль так давайте перейдем в настройки так это у нас быстрые основные все будем с конца и вверх о телефоне беспроводное обновление ну собственно при включении телефона у нас никаких обновлений не нашло проверим еще разок нет пользуемся последней версии на экранные кнопки кстати ну как видите здесь нижняя грань такая тоненькая и наверное стоило ожидать что кнопки окажутся на экранными ну и считывая что еще сканер отпечатков пальцев у нас сзади расположен поэтому шансов было мало и вот как можно увидеть все таки у нас на экранные кнопки конечно это отнесу к небольшим минусом но 6 дюймов место как бы навалом так идем дальше моделька версия android 5.1 и номер сборки если кому-то интересно 2016 года у нас номер сборочки так смотрим что у нас тут из особенного мы сможем увидеть кстати язык и вот да клавиатура кстати вот стандартная android и мне она показалась другой как раз из-за шрифта вот чем особенность аккаунт и конфиденциальность пометанных уведомлений можно как видите настроить интересно регулятор громкости можно убрать добавить прикольно так 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 безопасно безопасности у нас сканер у нас не здесь сканер у нас чуть выше я его уже заметил строка состояния но правда как видите перевод у нас не полноценный то есть стандартные настройки андроида гугла переведены а все что добавила фирма хаси видите на английском языке ну в принципе можно догадаться это настройка говорит о том что мы тремя пальцами можем делать скриншоты ботом квикейшем но это я думаю это какая-то вот 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 эта штука которая отвечает за на экранные кнопки сетевой трафик уведомления в общем понятно процент заряда батареи показывать sky будет так уведомление тут стандартно fingerprint но это как раз наши сканер отпечатков пальцев smart wake это кстати эти прикосновения различные ну например давайте сделаем double click to wake up screen то есть это у нас двойные клики будет экран штука удобная полезная и в принципе пользоваться ей можно и удобно жесты жесты ну это опять же давайте включим и посмотрим learn action сейчас нас научит в общем различные жесты над камерой фронтальной телефона будут различные действия производить ну в общем открыть галерею запустить камеру музыку в общем тоже приятно иметь такой из коробочки местоположение понятно и мы его сейчас выключим пока приложение посмотрим что у нас тут установлено из сторонних как видите установлен только play market так в работающих что у нас тут сейчас мы это в этом наверное вряд ли разберемся я посмотрю это просто во вкладке приложений так батарея память память всего места у нас 54 и собственно из коробки как видите у нас практически ровно 54 гига мы имеем из коробки неплохо неплохо тоже похвалю так звуки уведомления звук тоже посмотрим вот улучшение звука вау круто вот это сразу жирнющий плюс настройки без аудио и как видите у нас не только стандартная настройка без loudness усиление громкости динамика но у нас есть еще аж три настройки собственно это усиление наушников объемный звук а также хорошее качество воспроизведения музыки по блютузу то есть ставлю большой плюс жирный за вот эти настройки не часто их встретишь аж 4 в одном телефоне хорошо так в экране clear motion у нас используется можем его включить выключить в общем такая штука от мира vision в общем улучшает внешний вид в общем экрана есть собственно стандартный мира vision тоже можете под себя экран настроить адаптивная звук в общем тут все о фонд стайл кстати вот можно менять шрифты кстати прямо вот есть такая настройка можно их здесь можно их скачать в общем тоже прикольно не не часто это встретишь в смартфонах так ну и собственно здесь наверно все экран вай фай блютуз сим-карты диун чуан какой-то китаец ну и тут собственно вылазит у нас ошибка какой-то диан чуан который не работает и нажимать на него бесполезно и здесь у нас в принципе все стандартно но это какой-то мне кажется здесь ракета изображена какая-то какой-то бустер возможно это совмещение вай фая и 3g ну мобильной сети и вай фая в один поток ну собственно все по настройкам теперь хотел бы посмотреть на все приложения которые у нас здесь есть они у нас вот они и перед вами тут особо их и нет есть предустановленный браузер не браузер диспетчер файлов вот такой выходим там все таки не нужен я тебя так нажал так все это мы сейчас удалим так музыка настройки ну собственно вот это все что перед вами системные настройки что у нас тут вот сроки гугла галерея fm-радио меню сим темы блокнот и обои звукозапись загрузки поиск имейл плеймаркет камера ну камеру запустим проверим ее работоспособность как она выглядит ну сейчас как бы судить вряд ли можно на камере в общем она у нас работает и внешний вид имеет такой ну небогатый так сказал бы хотя про небогатость я вот сказал бы у нас есть бьюти мод например сразу в общем ладно по камере если что будет в полноценном обзоре так проверим работу плеймаркета это первое включение здесь возможны различные процессы идут в фоновом режиме и не сразу это все дело у нас будет быстро скачиваться устанавливаться я предполагаю но мы попробуем поставить сюда аиду хотя прошло да пошло кстати только сейчас заметил вот эти часы здесь и вот эти часы здесь это что то я вот сейчас только обратил внимание почему у нас вверху двое часов интересно ладно не будем за этом заострять внимание но вот собственно только сейчас обратил внимание что вверху двое часов так открываем аиду система хаси моделька его 6795 3 гига так ну собственно все это мы видели уже цп цп ну вот теперь видите я не ошибался здесь действительно helio x10 восьмиядерник по 2 гига 64 битник в общем неплохой проц так отображение разрешение как сами видите 2к 2560 на 1440 и дюшка у нас power вайровская g6200 так отображение сеть батареи ну батареи что-нибудь нам скажет ну пока ничего особенного не скажет Android устройство температура датчики вот что нам интересно асселерометр есть приближение рабочая 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 приближение освещение рабочая как вы можете видеть есть гироскоп живой в общем по сенсорам вообще никаких претензий нет отлично вот ну собственно такой телефончик любопытный необычный редкий и как всегда напоминаю что если вам интересен полноценный обзор данного телефона и хотели бы познакомиться с ним поближе как собственно я хотел бы с ним тоже познакомиться поближе пишем комментарии о том что хочу обзор собственно это тогда ускорит съемки данного обзора ну если он в принципе будет если он кому-то будет интересен на 7 все спасибо за внимание ставим лайки подписываемся на канал всем пока пока пока